Собрать автомат Калашникова, пострелять из лука или современного оружия с лазерным прицелом. Такие вполне себе взрослые развлечения выбрали для себя волонтеры Молодой гвардии Единой России на свой праздник, который прошел в Ледовом дворце имени Третьяка в Щелкове. Здесь, в День волонтера, собрались ребята и девушки из пяти городских округов. Ощущения прикольные, очень нравятся здесь. Любые навыки, которые ты получаешь из жизни, тебе когда-нибудь рано или поздно пригодятся. Эти ребята проводят молодежные фестивали, форумы, спортивные соревнования. В пандемию они оказывали помощь на дому тяжелобольным, инвалидам, многодетным семьям. А сегодня у них появилась возможность задать вопросы инструктору по огневой подготовке клуба 13СБ. Стойка для эффективной стрельбы. Не просто стрельбы, а именно эффективной. Это когда изготовился, коленочки присогнул и вперед немножко нагнулся. Очень интересна тактика, конечно же, стратегия самого боя. Я поставил цель у своей жизни, насколько это вообще возможно, дотянуться и помочь ребятам. От того, насколько они будут знать и уметь пользоваться этим оружием, будут знать вот эти основы выживания на поле боя. Практические навыки в повседневной жизни, они должны иметь как военно-прикладное, так и бытовое предназначение. Так что в этом смысле переоценить важность этих навыков, которые дает такая подготовка ребятам, практически невозможно. Я считаю, это нужно делать всегда, наращивать и именно приближать к максимальным жизненным условиям. Обязательно, когда вы оказываете помощь раненому, всегда помните о своей безопасности. Елена Лагунова, уроженка Донецка, военный врач. Два года добровольцем воевала в составе вооруженных сил ДНР. Твердо уверена, что истинный волонтер обязан знать основы оказания первой медицинской помощи. Когда начались боевые действия Донецкой Народной Республики, я прошла курсы военных медиков и вот таким образом. А дальше навыки на поле боя. Мы вот решили на добровольных началах обучить людей тому, чему они должны знать. День добровольца учрежден в Московской области в 2017 году. Но традиции волонтерского движения были заложены значительно раньше. Жители Подмосковья помогали фронту во время Великой Отечественной войны. Сплачивались в сложные периоды испытаний для страны. Институт волонтерства получает все большую поддержку. Мы уже приняли два законопроекта. Первый – это о страховании жизни и здоровья волонтеров, если причиняется вред здоровью или, не дай бог, смерть. При несчастном случае выплачивается компенсация. И компенсация за связь – это только начало, но важно, чтобы все эти инициативы были именно от ребят. Участники праздничного мероприятия могли угоститься кашей и чаем на полевой кухне. После их ждала торжественная часть. За активную жизненную позицию и работу, проводимую в своих округах, представители волонтерских штабов Богородского округа, Щелкова, Фрязина, Лосин-Петровского, Черноголовки получили благодарственные письма от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова и партии «Единая Россия». Основная черта добровольца – это неравнодушие к чужой боли, страданию, проблемам. У вас это все есть. Желаю вам быть такими же активными по жизни, и у вас все будет хорошо. У волонтеров Московской области много общего благодаря единому стремлению помогать. Михаил Налятов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.